ежедневные покупки. 40-50% бюджета на мелкие ежедневные покупки. Представляете? Безусловно, мы не отказались от всех неучитываемых покупок на улицах, в парках, не стали экономить на сникерсах для детей. Но некоторые расходы мы подкорректировали, не ставя себя в очень жесткие рамки. В результате такого анализа своих расходов мы четко поняли, на что и сколько мы тратим. А это очень важно просто знать для собственного же спокойствия. Теперь давайте перейдем непосредственно к шагам, которые нужно сделать для построения собственного бюджета. Их немного, всего три. Если вы шаг за шагом пройдете все эти три шага, хороший каламбур получился, то получите ясную картину того, как вы живете, как добываете деньги и расходуете их. Шаг первый. Определите статьи доходов и расходов. Общая ошибка при выполнении этого этапа. Попытка втиснуть собственные доходы и расходы в чьи-то категории. В то время как у каждого есть такие статьи расходов, как плата за квартиру, за телефон, электричество, продукты питания и статьи доходов, заработная плата, проценты по депозитам в банке. У разных людей имеются и специфические статьи доходов и расходов. Бюджет будет построен грамотно в том случае, если будет включать в себя статьи расходов, показывающие, как вы, а не кто-то другой, тратите деньги. И такие статьи доходов, которые покажут вам, как вы зарабатываете деньги. Например, если вы регулярно обедаете на работе, вам следует ввести в статью продукты под статью обеды вне дома. Если у вас есть инвестиции в акции, в статьи доходов добавьте статью дивиденды. Далее, вспомните о своих увлечениях, подводное плавание, теннис, коллекционирование монет, привычках курения и включите расходы по ним в отдельные статьи. Основной смысл такого построения бюджета в том, чтобы понять, откуда приходят и куда уходят ваши деньги. А это нужно, в свою очередь, для того, чтобы вы могли принять соответствующие обдуманные решения об изменении потока своих денег, о направлении их на более необходимые для вас расходы. Вы можете найти в интернете множество различных программ, в том числе и бесплатных, для составления собственного бюджета. Единственное, что вы должны сделать сами при использовании любой программы – удалить ненужные вам и ввести новые статьи расходов и доходов, которые будут учитывать ваши личные нужды. Учет доходов и расходов удобнее всего ввести в виде таблиц, которые я и научу вас строить. Сразу оговорюсь, что таблицы нужно разбить на две части – ежемесячные доходы и расходы, а также ежегодные доходы и расходы. Это важно сделать для того, чтобы… для чего, я скажу чуть позже, после того, как мы научимся строить данный финансовый отчет. Постройте таблицу из двух колонок. В первую будут занесены статьи доходов, а во вторую – суммы. Для начала составьте список статей доходов первой колонки, что несложно, статей доходов не очень много. В группу ежемесячные доходы включаются, например, следующие – заработная плата, проценты по депозиту, рента от сдачи в аренду недвижимости и другие. После этих доходов оставьте строку «Итого ежемесячно». К группе «Ежегодные доходы» относятся следующие – ежегодный бонус, дивиденды по акциям, отпускные и прочие. После них оставьте строку «Итого ежегодных разовых», а в конце таблицы – строку «Итого доходы за год». Обязательно включите в списки обеих групп доходов, а также далее…